Эстетика в разрезе. С Ольгой Засимой. Добрый день. Я очень рада, что у нас есть сегодня возможность еще раз пообщаться. И вопрос, который я хотела бы вам задать, я знаю вас много лет. И все время я знаю вас сначала со стороны человека, который все время чему-то обучается разным направлением. И могу тоже смело сказать, что вы стояли у истоков развития такого мощного направления, как реконструктивная хирургия молочной железы. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете необходимость образования в разном возрасте и на разных этапах опытного жизненного пути? И что вы считаете важным и интересным в таких мероприятиях, как Московый Брестмитинг? Ну, насчет того, что я стояла у истоков, это, наверное, все-таки громко и сильно сказано. Потому что у нас есть такие более мощные метры, типа Алексея Михайловича Боровякова, который действительно еще, я помню, был ординатором, когда он пытался в нашем онкологическом отделении осуществлять реконструктивно-пластические операции. И фраза его прозвучала в следующем. А береги, пластические хирурги, вас когда-то сотрудничать с онкологами. И, в общем-то, конечно, это и подтолкнуло. Я тогда еще была онкологом-мамологом, и, честно говоря, две операции, мастектомия и радикальная резекция, совершенно не устраивали меня как, с одной стороны, женщину, а с другой стороны, хирурга. Потому что это, во-первых, скучно, во-вторых, это плохо, это калечащие операции и так далее. Поскольку Алексей Михайлович сказал, что пластические хирурги с нами, онкологами, сотрудничать не будут, то выхода не было, собственно говоря, как выучиться самому. И действительно, мы, в общем-то, попробовали. Я тогда была на кафедре эндоскопической хирургии, эндохирургии, и у нас была возможность, в общем-то, наша кафедра одна из первых осваивала вот эту вот новую методику. Я еще, я давно живу, к сожалению, и я еще... К радости, Алфе, да? Может, и к радости, может, и к радости. И я еще помню ту ситуацию, когда холецистоктомию осуществляли открытым доступом с разрезом по Федорову. То есть, вот, наверное, это прямо страшно будет слышать, но я еще помню это. Я помню, как на нашей кафедре ребята осваивали, у них еще не было аппаратуры. И, собственно говоря, имея такой инструмент в руках, мы попробовали все эндохирургические методики применить на к молочной железе. Как к эстетической хирургии, так и, в общем-то, к реконструктивной хирургии. Поэтому, конечно, дальше, в общем-то, отрасль стала развиваться, скажем так. И благодаря различным обучающим конференциям, конгрессам мы увидели, как это делают иностранцы. И мы были потрясены, и мы поняли, что, ну, во всяком случае, я-то точно подумала, что то, что мы делаем, это стыдобище невозможное. Так нельзя, ну, просто нельзя. И, конечно, удалось поехать в Америку тогда первый раз в 98-м году. Я была абсолютно потрясена то, как они это делают и как они общаются с пациентами. То есть, когда пациентке говорят, давайте мы с вами выберем, вот мы можем вот это сделать и вот это. И пациент вместе с доктором выбирает, думает, да, так и надо сделать. Я приехала, я тогда, как кафедральный сотрудник, работала в онкодиспансере. То есть, у нас была там база в первом онкодиспансере на Бауманской. И приходят ко мне женщины такие обычные. И я, значит, начинаю их спрашивать, вот мы можем вам вот такую операцию сделать, вот такую и реконструкцию. Пациентка смотрит запуганно, говорит, доктор, сделайте как лучше. Я опять эту, значит, начинаю мантру про белого бычка, что, значит, вот такую-то, 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 значит, операцию. В результате я поняла, что вот к тому моменту, то есть в 90-е годы, в конце 90-х наши пациенты были абсолютно не готовы делать выбор. И не готовы были к тому, что, излечив от заболевания, мы можем их сделать еще и попрекраснее. Ну, в общем-то, слава богу, информация не стоит на месте. Сейчас у всех есть доступ. И у нас все пациенты, начитавши с интернета, и Google Доктор, как вот сегодня на конгрессе говорили, тоже, значит, им в помощь. И они приходят, они уже рассказывают, что им надо сделать. Они хотят вот это, вот это, вот это. И, в общем-то, конечно, сейчас аудитория более подготовлена. Ну, в общем-то, что касается обучающих всяких программ, ну, во-первых, всю свою жизнь так сложилось, что я на кафедре. Сперва это была кафедра общей хирургии, потом эндоскопической хирургии, потом хирургических болезней. Потом я перешла в другой вуз, в РУДН, где тоже на кафедре уже пластической хирургии какое-то время находилась профессором. И сейчас, оставаясь на кафедре РУДН, мы организовали кафедру ФМБА, где я, собственно, этой кафедрой заведую. Поэтому, в общем-то, какая-то ответственность по поводу того, кого мы выпускаем и что, как говорится, какова будет эта молодая шпана, которая придет после нас и сотрет нас с лица земли. И хотелось бы, чтобы эта шпана была действительно лучше нас, образованнее нас. Ну, в общем, сейчас, конечно, ребята лучше знают языки. И я знаю, что многие мои коллеги, мои сверстники, им было очень сложно общаться с иностранцами, потому что они просто, ну, либо через переводчика, либо как-то это было сложно. Вот сейчас ребята свободно говорят на различных языках, в основном на английском, потому что все-таки это такой язык научного общения. Они могут общаться с иностранцами онлайн. И, в общем-то, возможности самые широкие. То есть, пожалуйста, было бы желание. Есть немножечко другая проблема, что настолько пересыщены сейчас вот доктора, которые идут за нами, может быть, через поколение, что им неинтересно. Наверное, такой большой поток информации, что им на каком-то моменте перестает быть интересной. И, конечно, я чувствую свою миссию. И вот, слава богу, достойные компании, которые представляют у нас разные девайсы для пластической хирургии, будем так новым словом говорить, они, конечно, несут вот какую-то такую миссию образования. То есть вот этот вот момент, когда нас знакомят с новыми докторами, с новыми тенденциями, когда мы это слышим. Но вот проблема в том, чтобы это было интересно тем ребятам, тем молодым докторам, которые приходят за нами. Есть еще, конечно, одна такая серьезная проблема. Это неравнодушие молодого доктора к сиюминутной выгоде. Когда у нас ординатор заканчивает ординатуру, и он уже подсчитывает, сколько же он получит за ту или иную операцию. Безусловно, материальная составляющая — это здорово. И доктор не обязан быть нищим. Даже в клятве Гиппократа, когда мне говорят, ну вы же там доктор и что-то, там нигде не написано, что доктор в рубище должен пойти и прямо нищим быть, голым, боссом, отказывая во времени, отказывая своей семье в каких-то материальных благах, он только и должен, значит, нести какую-то миссию, да, причинять добро. Это, конечно, нет. Но при этом всем материальная составляющая — это средство. Средство достижения какой-то цели. И цель должна быть немножечко выше, чем купить шикарную машину и что-то такое чудесное построить, и какую-то новую тряпочку на себя нацепить. Вот когда, может быть, я старомонна, может быть, но когда человек, ну знаете, как вот был такой фильм в свое время «Курьер», когда говорит, на тебе пальто, мечтай о высоком. Вот мечтать все-таки надо о высоком. И, в общем-то, вот сегодняшний конгресс, мы общаемся, к сожалению, онлайн в связи с эпидемической ситуацией с нашими коллегами за рубежа. Они все прекрасные люди, и как бы видно, насколько они, будучи мегаопытными людьми, насколько им интересно. У них есть какая-то страсть и любовь к делу. То есть у них именно превалирует любовь к делу и достижение оптимального результата. И, ну, наверное, для этого мы должны учиться и учиться, и это бесконечно. Эстетика в разрезе. А вот вы в своем комплексном ответе, можно сказать, затронули все аспекты, которые сегодня волнуют, наверное, и вас, как профессионалов, и нас, как поставщиков новых технологий. И я хочу сказать, что я с вами абсолютно согласна. Я в медицине чуть больше 40 лет. И я хочу сказать, что действительно, возвращаясь вот к холецистоктомии и к тем операциям, которые сегодня выполняются через два прокола по сравнению с тем, что было те же 40 лет назад, это, конечно, путь невероятный. Это просто космический, космический полет. И я хочу сказать, что, мне кажется, нет возраста в медицине, потому что, ну, есть возможность наблюдать. И вот это, как бы, то, что ты являешься участником вот этой тенденции, тенденции развития высокой медицины, как я говорю, мне кажется, это замечательно. И это никак не связано с возрастом, потому что я помню, что когда мы проводили одно из первых мероприятий в Санкт-Петербурге, это было, наверное, в 2001 году, и приезжал ваш горячо любимый и знакомый доктор Хилтон Бекер. Мы ему подсунули, я по-другому не могу сказать, мы ему подсунули на реконструкцию, затрагивая вашу тематику о том, что пациенты не хотели никакой реконструкции. Мы ему подсунули пациентку, у которой была сделана мастоктомия билатеральная по холстеду, да, и, как бы, это было жестоко, да. Я хочу сказать, что, ну, он был в конвульсиях, конечно, бедный доктор Хилтон Бекер, и он никак не понимал, как мы, в общем, до сих пор делаем такие операции по холстеду. Поэтому сегодня, когда у нас есть различные технологии, и вы владеете всеми этими технологиями, конечно, это огромный, огромный шаг. Поэтому, когда я говорю про то, что вы стояли у истоков, я не имею, я не хочу умолить ничего о достоинстве, но я хочу сказать, что вот этот вот старт, который был в 2000 году, и когда мы в 2001 году поехали с вами и смотрели в Вене операции по реконструкции молочной железы с имплантом-экспандером Бекер, это было инновационное действие и инновационный продукт во всей Европе, совершенно точно, и в Америке точно. И мы за счет того, что, в общем, опять-таки, сотрудничать или не сотрудничать с такими компаниями, как мы, да, в общем, вопрос, каждый отвечает на этот вопрос сам себе самостоятельно. Я считаю, что то, что у нас получилось и идет такое сотрудничество, дало возможность нам, как бы, российской школе внедриться в европейскую и, скажем так, в мировую школу одновременно. То есть мы не, мы, так сказать, может быть, там у нас было отставание на каких-нибудь несколько лет, но как только этот девайс бекеровский имплант-экспандер был зарегистрирован, он был зарегистрирован в России, и вы получили возможность работать с этим продуктом. Поэтому я хочу вот задать вам вопрос, как вот этот вот новые технологии изменили вашу практику онколога и реконструктивного хирурга. Да, микрохирургия нужна, безусловно, но эти новые технологии применения, они позволили сократить время операции, они позволили, так сказать, делать операцию менее калечащий, и они позволили, что самое главное, наверное, на сегодняшний момент в 21 веке, когда мы говорим про психоэмоциональное состояние, они позволили сохранить женщине ее естество и ее уверенность в себе, как в женщине. О, да, безусловно, конечно. Дело в том, что я, конечно, сделаю в ваш адрес небольшой реверанс. Ой, нам очень приятно. Да, я сделаю реверанс, потому что, в общем-то, индивидуальный подход к докторам со стороны вашей компании, это, ну, это трогательно до слез. Я могу сказать, что лично мое образование, в общем-то, я им обязана во многом вашей компании. И мои индивидуальные стажировки, которые мне получилось сделать, которые мне довелось осуществить, они, конечно, во многом благодаря вам, потому что помощь была оказана колоссальной. Во-первых, мы познакомились с теми людьми, которые интересуют, и многие мои коллеги, вот их интересуют, допустим, фэтграфтинг у Паскаля, и они поедут. Меня интересовали трем-лоскуты у Эллиота. Я поехала. Мне нужно было посетить Бигса. Я поехала. Если у меня возникает какой-то вопрос сейчас, исключительно благодаря тому, что нас познакомили вот на разных вот наших поездках, именно образовательных, мы смогли, вот я лично смогу сейчас написать своему коллеге за рубеж, послать какой-то сложный случай и посоветоваться. Как мне сделать-то? И мне будут советовать. Это так здорово. Я знаю, что мне ответят там, ну, вот когда в Америке там наступит утро, и мне ответят. Понимаете, как здорово. И у нас дружеские теплые отношения. И, в общем-то, это какая-то фантастика. То, что касается непосредственно... То есть я хочу сказать, что компания выполняет не только функцию, вот мы вам продали и вы купите, а прежде всего образовательную. Это, опять же, от той ситуации с миссией и средствами, которыми мы эту миссию осуществляем. Это очень важный момент. Это очень важная мотивация. И это то, что дает возможность компании, допустим, если цель мелка – погибнуть, а если цель высока, то процветать и набирать обороты. Это очень важно. Я тоже заканчивала MBA. Я знаю, нас учили. А то, что касается непосредственно вот тех новых технологий, очень важно, что, значит, у нас вот у пластических хирургов, у реконструктивных хирургов, будем так говорить, у нас есть выбор. Нам выбрать какую-то более интересную методику, сложную технологию и использовать обычные, скажем так, методы, но сложную или какие-то там, допустим, имплантаты или микрохирургическую технику и так далее, традиционную, но взять, придумать новый метод операции. Либо мы используем старые, проверенные или немножечко модифицированные методы, но мы используем новые изобретения, новые достижения науки и техники. То, что касается именно реконструкции при раке, здесь очень важно помнить о том, что мы, как хирурги, не должны увлекаться виртуозностью наших манипуляций. Я, как преподаватель высшей школы, могу сказать, что наши операции должны быть тиражируемы. И вот у нас сейчас двухлетняя ординатура по пластической хирургии. Через два года мой ученик должен войти в операционную и выполнить все то, что делаем мы. И выполнить это с тем же качеством, что делаем мы. У нас ребята из регионов, и они поедут туда. И если они сделают это плохо, скажут, ну понятно, Карташева научила тебя, пляп, сама не умеет и выучить не смогла. Это, честно говоря, определенная честь мундира. И плюс еще наши операции должны быть просты, тиражируемы, с хорошим результатом. Ну я процитирую одного знакомого дизайнера, когда он говорит, что не всем нужен дизайн, некоторым нужен просто ремонт. Здесь тоже получается, что, собственно говоря, не всем нужно прет-апарте, некоторым нужно от кутюр. И это будет нормально, когда у женщины симметричная грудь в бюстгальтере, когда у нее есть, допустим, когда она не перфекционист, и у нее как бы она не чувствует себя изуродованной после онкологического лечения, когда она может потом без кровопотери и очень быстро начать химиотерапию, лучевую терапию, то это важно. И только благодаря новым технологиям мы можем этого достичь. Более того, мы должны использовать то, что безопасно для пациента, то, что ни в коем случае не простимулирует рецидив заболевания. Мы, в общем-то, онкозаболевания, в основном мы говорим об этом, рассматриваем как хроническое заболевание, и определяется это длительностью без рецидивного периода за исключением рака энтит. Поэтому вот эти вот вещи, они очень важны, и мы как бы без этого никуда. Без научных достижений мы никуда. Эстетика в разрезе. Такой опять многогранный комплексный ответ. Я тоже попробую его разбить на несколько составляющих, потому что вы затронули опять очень много аспектов. Аспект взаимоотношения доктора и компании, которая предлагает новые технологии. Абсолютно с вами согласна. У нас одна цель. У нас во главе угла стоит пациент. То есть в любом случае, это опять-таки возвращаясь деньги, заработки, профессия, мы сегодня говорим о том, что и компания, и доктор работают над тем, чтобы пациент получил качественное лечение. И это очень важно. Поэтому мы со своей стороны, то же самое делает фарма вся. Безусловно, мы должны, если кто-то это придумал, доктор Хилтон Беккер, он придумал свой девайс. Над любыми, так сказать, новыми девайсами тоже работают целые бригады, вернее не сотрудников, а целые бригады докторов, которые специально входят в эти комитеты для того, чтобы найти максимально эффективное средство для лечения пациента и для оказания ему помощи. Поэтому я считаю, что у нас тут такой очень удачный треугольник. Мы получаем технологии, мы эти технологии в России регистрируем, и потом, безусловно, с ведущими специалистами, такими как вы, мы эти технологии должны оттестировать. И у нас очень часто бывает, что пациенты, неправильно восприняв информацию, говорят, вы на нас ставите опыты. Упаси Боже, все опыты ставятся на второй, третьей стадии клинических испытаний, и когда уже любое лекарство или любой медицинский девайс выходит в жизнь, он уже, так сказать, как правило, оттестирован со всех сторон. Поэтому в этом случае я с вами абсолютно согласна. пациент во главе угла. Другое дело, что вот у меня вопрос относительно способности осваивать новые технологии. Вот ваше мнение, хирургами рождаются, становятся, это какой-то определенный талант. Ну, например, да, в фигурном катании. Ну, вот кто-то может прыгнуть четверной, а кто-то никогда этого сделать не сможет. Вот ваше мнение как профессора и человека, который учит молодежь. Вот вы можете сразу сказать, что вот из этого получится хороший хирург, который действительно добьется успеха и добьется хороших результатов. А вот этому доктору лучше заняться организацией здравоохранения, например. Ну да, кто учился хорошо, то будет хорошим врачом, кто учился плохо, то будет главным врачом. Понятно, да, как бы такая история. Да, наверное. Ну, понимаете, вот гениальный хирург – это немножечко миф. Это я скажу честно. Потому что… Золотые ручки как же? Золотые ручки. Золотые ручки формируются терпением. Один процент гения, другой – 99 терпения. Если у человека есть желание, колоссальное желание… Вот я же давно, в общем, практикую как преподаватель. Я закончила институт в 87 году. Был небольшой перерыв на декретный отпуск. И фактически с 90-х годов и по сей время так сложилось, что я все время учу ординаторов, студентов, все время немножко преподаю, читаю лекции. Ну, как-то так сложилось. В общем, просто. И поэтому я наблюдала разных студентов. И я видела студентов, которые были потрясающе талантливы, с мануальными навыками. И им давалось… Вот хирургия эта давалась им легко. И они воспринимали… То есть они пространственно мыслили. Они представляли, как что произойдет. Но, вы знаете, поскольку людям это дается легко, как-то они это не ценят. Или ценят не сильно. А есть люди, которые ну еле вот руками, ну вот еле руками. Но он хочет или она хочет. И человек будет работать, шить там, ассистировать, в свои свободные дни ходить в анатомичку. И в конце концов на выходе проходит несколько лет. Я вижу, что тот талантливый человек куда-то ушел в медстатистику, куда-то он ушел еще. То есть он не стал практическим хирургом. Ну, вроде он попробовал и все. А человек, который очень сильно хотел, он добился своего. И в конце концов по крупице, ну как бы совершенствовал свои навыки. Если мы говорим, допустим, ну что бы мне хотелось увидеть в хирурге, и что действительно определяет его не как ремесленника, а как хирурга. Это, во-первых, способность к аналитическому мышлению. То есть, в общем, человек все время должен быть немножко ученый, он должен анализировать свои ошибки, чтобы их не повторять. Я понимаю, что мы сделаем новые, безусловно. Но просто не повторять свои ошибки. Если он все время на одни и те же грабли наступает и уже на них прыгает, и не понимает, что это, и все время объясняет это какими-то чудесными случайностями, ну все, это ступор, это вот нет, не пойдет. И, собственно говоря, помимо того, что мы же все-таки говорим, что врач, это человек, который не только, допустим, если это хирург, действует руками, но он прежде всего действует головой, и там должен он проанализировать, и хороша та операция, которая не сделана, вот эти все банальные вещи. Но плюс еще он должен быть человеком. И он должен понимать, что перед ним не какое-то средство манекен или средство реализации собственных амбиций, а это человек. И ты должен где-то наступить на собственные амбиции и гордость и сделать так, как человеку хорошо ему жить, ему выздоравливать, ему это то, что ты там сделал, носить. И, в общем-то, конечно, должен быть и психологом, и внутренне. Потом, понимаете, еще какая есть история. Мы с пациентом вот сидим, как мы с вами, один на один. И за нами никто не следит. И степень честности хирурга по отношению к пациентам, это только вот внутренняя его какая-то совесть. Она либо есть, и есть какой-то ступор. Вот это недопустимо, это недопустимо. У меня не должна превалировать коммерческая составляющая. То есть мы что-то посоветовали пациенту, а это ему не во благо. Ну, операция дороже, допустим. Или какое-то там мы применили средство, которое дороже. Вот, понимаете, это внутренняя недопустимая история. То есть должны быть границы допустимого риска. Должны быть границы и внутренняя порядочность, которую я не знаю, как это воспитать. Потому что вот здесь как раз я вижу разных ребят и разных ординаторов. И либо это есть, либо этого нет. И я возьму себе в ученики лучше человека порядочного, но менее способного. И вот к обучению и к мануальным навыкам, чем человека способного, яркого, но внутренне такого вот непорядочного. Ну, это мои какие-то, опять же, и мху, что называется. Эстетика в разрезе. Хорошо, Алла Световна, а тогда такой вопрос. Сколько нужно времени молодому, ну, скажем, хирургу, который закончил ординатуру, сколько нужно времени вот в вашем представлении должно пройти, или он должен наработать опыта, чтобы он уже мог смело входить в операционную и быть уверенным в том, что он получит тот результат, на который рассчитывает пациент? Ну, кривая обучение у каждого специалиста, она разная. Ну, мы говорим про хирургию. Да, но если в среднем мы говорим, то давайте так, значит, человек учится пять лет. Дальше два года ординатуры. Если мы говорим про пластическую хирургию, сейчас она у нас два года, планируется она на пять лет. Ну, в общем-то, это такие вот европейские стандарты. Если мы говорим про американскую резидентуру, то, чтобы подготовить пластического хирурга, требуется восемь лет после института. Там у них немножечко покороче обучение. Если мы говорим, опять же, возвращаемся к нашим реалиям. Я стою на тех позициях, что прежде чем человек начал обучаться пластической хирургии, у него должно быть общее хирургическое понятие. Это гнойная хирургия, это общая хирургия и так далее. А дальше он все-таки специализируется. Соответственно, два и два, у нас получается уже четыре. А дальше, наверное, начиная от четырех-пяти лет, и это уже прилично. Плюс. То есть четыре, плюс четыре лет. Получается у нас в среднем от пяти до десяти лет после института, уж извините, это тогда, когда человек становится классным специалистом. У кого-то это проходит быстрее, кому повезло с наставником, кто, как говорится, одневал и ночевал в операционной. У тех это происходит быстрее. После ординатуры, в принципе, даже некоторые особо одаренные могут за три года набрать тот навык, который, ну, зависит от потока и так далее. В пластической хирургии очень сложно. Вот вы сказали, что, собственно говоря, люди должны как-то учиться, тренироваться, пациенты переживают, что на них ставят эксперименты. Я скажу очень, может быть, странную и циничную вещь. Медицина – это вообще такая наука, которая базируется на опыте накопленном. И иногда, когда мы идем не в том направлении, этот опыт бывает отрицательный, но этот опыт, но это тоже опыт. И опыт, извините, это какой-то испорченный пациент. Это даже, в общем-то, погибшие пациенты. Это пациенты с осложнениями. Это тоже наш опыт. Вот это так. И нам никак не научить ни на манекенах, ни на кадавр-курсах. Никак не научить. Потому что живой человек – это живой человек. Конечно, когда рядом наставник, это происходит лучше и безболезненнее. Но вот мы берем, допустим, те же рандомизированные исследования, мы немножко абстрагируемся. Испытывается какой-то новый препарат. Часть людей, больных людей, получает плацебо. То есть мы их не лечим. И мы смотрим, как на этом фоне, а мы знаем, что он лекарства не получает. А в хирургии, ну, приблизительно так же. Есть какие-то методики, от которых мы уже отказались. И они в свое время были использованы. И это плацебо. Ну, давайте мы вспомним даже Зиме Львейса, которого просто коллеги убили за то, что он предложил вот использование карболовой кислоты для обеззараживания разных поверхностей. И была такая вот борьба с родовой горечкой. Ну, история медицины, она такая. А скажите, можно ввести такое вот понятие, как, скажем так, в сервисе автомобиля. 15 тысяч километров проехал сервис. Вот зачетку, там, и каждая операция, которую ты выполнил, входит в эту зачетку. Дальше к вам приходит ординатор и говорит, вот посмотрите, я выполнил 10 операций. Вы говорите, хорошо, иди еще сделай 10. Вот сколько нужно сделать операций? Вот, может быть, можно за 5 лет сделать 100 операций, а можно за 10 лет сделать 100 операций? Может быть, так оценивать? Или, или... Да не в количестве. Наверное, все-таки оценивать надо осложнения, которые были получены, если человек уже вышел в самостоятельное плавание. А по количеству я не знаю. Дело в том, что ведь какое-то время, какой-то период ординаторы, наши ученики, все делают правильно. Вот столько-то сантиметров, вот туда отмерили, вот туда-сюда. А где-то года через три наступает такая смелость, как во время вождения автомобиля, когда, а, я все могу. И вот там вот, начиная от трех лет до где-то пяти, человек, у некоторых, начиная с пяти лет, эта смелость возникает такая, знаете, бандитский форс. Вот, и тогда пошли осложнения. Плюс еще, допустим, вот у нас проходит конгресс, и вот знаменитый пластический хирург Том Биггс, но это может быть даже не вот цитата говорит, что самое большое количество осложнений мы получаем где-то через несколько недель после окончания какого-нибудь обучающего курса или конгресса. Все начинают пробовать, не у всех получается, что-то недослышал, что-то по-своему истолковал. Я не знаю, как нам стандартизировать вот эти вот ситуации. Нет двух стандартных одинаковых людей. Человек – это уравнение со многими неизвестными. И поэтому я, я честно говорю, я не знаю. Я вот сколько, чем больше я преподаю, тем больше я думаю о том, как бы нам так вот минимизировать риски, когда мы выпускаем людей со скальпелем в мир. Может быть, это какие-то симуляционные вещи, может быть, еще что-то, но бесконечные тесты тоже, в общем-то. Я не знаю. Наверное, все-таки это вот все-таки старая добрая школа, когда человек учится в каком-то учреждении, где есть сильная школа. И только после того, когда он отучился там лет пять, он может выйти и спокойно делать то, что он делает. И плюс еще, в общем-то, я стою на позициях коллегиальности и синергизма. Чтобы мы могли обратиться друг к другу, прекратили быть клубком целующихся змей, а все-таки относились друг к другу с пониманием. Я могу сказать, что я счастливый человек. И коллеги, с которыми мы ездили на конгрессы, с которыми мы познакомились, благодаря в том числе и вашей компании, и ряде других компаний. Мы дружим до сих пор. И если что-то плохо, не зазорно позвать своего коллегу, потому что иногда замыливается взгляд, и поддержать друг друга. Ну, собственно говоря, это такая практика-то. Консилиумы, они испокон веков есть. Эстетика в разрезе. Вы опять затронули очень интересный аспект нашей деятельности. И мы, собственно говоря, этим гордимся. Потому что 20 лет назад, когда пластическая хирургия только, скажем так, пыталась сделать широкий шаг, мы объединили хирургов. Потому что вы абсолютно правильно сказали, что в любое время дня и ночи вы можете снять трубку и позвонить на любой континент для того, чтобы выяснить, как справиться с той или иной, я не буду говорить проблемы, задачей. С той или иной задачей. Потому что, действительно, у кого-то накоплен больше опыт в реконструкции собственными тканями, у кого-то накоплен больше опыт в реконструкции экспандером, имплантом, одномоментной реконструкции, отсроченной реконструкции. Очень много техник, тонкостей. И тот, кто владеет методикой, он, естественно, владеет очень многими такими, скажем так, как шпаргалочками и подсказочками, которыми всегда, наверное, готов поделиться. По крайней мере, я точно совершенно знаю со стороны наших зарубежных коллег, они всегда готовы делиться, и я также знаю, что они очень высоко ценят вас, потому что все время, каждый раз, если я общаюсь с ними, я спрашиваю, как там Алла. Потому что Алла в их представлении человек, который двигает вот эту идеологию, идеологию хорошей, честной, грамотной пластической реконструктивной хирургии именно для пациентов, в практику врача. Поэтому мне кажется, что это очень высокая оценка, и мне это тоже нравится, потому что как российская компания, несмотря на то, что мы предлагаем зарубежные технологии, для нас очень важно, как для компании, чтобы нас воспринимали не как печатной станок, который повторит то, что ему продиктовали, а как общество, сообщество, которое готово активно принимать участие и рассказывать о наших достижениях. А я думаю, что у нас достижений на сегодняшний момент достаточно много, потому что то, что касается, я опять-таки возвращаюсь к 2000 году, действительно, рак молочной железы плохо диагностировался. У меня была моя очень хорошая, я говорю, у каждого есть своя история, почему он этим занимается. У меня была очень одна хорошая моя знакомая, у которой было трое детей, и она в достаточно молодом возрасте погибла от плохо диагностированного, не вовремя, рака молочной железы. Понимаете? То есть это да. И вот когда я попала совершенно случайно вот в это направление, я поняла, что это очень важно, это очень нужно. И здесь мы вполне с нашим опытом, потому что сейчас у нас очень много пациентов, вернее, сейчас уже их меньше, но в 2000-х годах это были пациенты, которые приходили с третьей и четвертой стадии. И третью и четвертую стадию гораздо сложнее реконструировать, гораздо сложнее лечить, чем первую и вторую. И поэтому, когда мы пытались, вы это прекрасно помните, когда мы пытались сравнить наши опыты, они нам рассказывали про реконструкцию первой и второй стадии, а мы им говорили, а у нас есть третья и четвертая, и, конечно, у нас не могли быть такие же фантастические результаты. Конечно, но мы подтянули диагностику, подтянули, естественно, технологии. И на сегодняшний момент, да, у нас тоже теперь ранняя диагностика и хорошие возможности реконструктивной хирургии малышной железы после, так сказать, на ранних этапах развития. Алла Федоровна, у меня к вам, знаете, какой вопрос? Опять-таки за все время нашего знакомства вы проделали огромный путь, и один из, я считаю, ваших больших достижений – это создание клиники Аллы Карташовой. Частная медицина, она то критикуется, то она, так сказать, как бы к ней прибегает, потому что без частной медицины, я считаю, что сегодня мир не существует. И, кстати говоря, все пластические хирурги, которых вы упоминали, они все работают и в государственных клиниках, и потом уходят в частную практику, потому что они достигают уже определенного, скажем так, градуса, определенного, так сказать, созревания, и они уже готовы к тому, чтобы брать на себя, потому что частная медицина – это очень большие риски, это все риски вы берете на себя. Поэтому вот расскажите, что вас подтолкнуло к этому шагу, довольны ли вы, считаете ли вы, что у частной пластической хирургии с большим, так сказать, процентом реконструктивной хирургии есть будущее, и как мы можем взаимодействовать для того, чтобы на благо наших пациентов мы могли вместе синергично двигаться к хорошим результатам. Да, у нас клиника занимается диагностикой, лечением заболеваний молочной железы, это мой профиль, подтолкнула меня самоуверенность, молодость, глупость и, как бы, фантазии, сразу могу сказать. Вот как раз без попута у меня посетить Соединенные Штаты, когда я увидела, что женщины не боятся операций, и диагностика на ранних стадиях отчасти обусловлена тем, что они приходят в клиники и уходят оттуда после операции не изуродованные, иногда даже более прекрасные, чем были. А счастливленные абсолютно, они очень спокойно к этому относятся и смотрят на будущее с уверенностью. А у нас к тому времени было две операции, вот мастектомия и сохранная операция, которая тоже, как бы, сохранная операция, это замечательно, конечно, но, с другой стороны, никакой симметризирующей операции не производилось, и все равно мы получали асимметрию и какую-то непонятную, в общем-то, имитацию недожелезы, и это тоже, конечно, удовлетворение не могло принести ни хирургу, ни пациенту. Но считалось вот и все. И, как говорится, у меня возникла такая мечта, что пусть наши женщины получат то же самое, что они получают за рубежом, потому что, в общем, тенденция поехать куда-то, полечиться в Израиле или в Германию, она была всегда у нас, пророков в собственном Отечестве нет, но, собственно, его и не было особо. Вот, и какие-то были единичные пластики собственными тканями, ну и, собственно, и все. И думаю, а вот поскольку государственная медицина не заинтересована в этом, и нам этого не сильно чего разрешают, да, и последние там, допустим, собираются к консилиуму, а там мэтры, тогда еще была молодой достаточно девушка, и вот они прочли какую-то последнюю книгу по пластической, нет, по онкологии молочной железы, по онкозаболеваниям, ну, в 60-е годы прошлого века. Ну, и все, и считают, что отлично, рак можно догнать ножом. И вот эта вот как бы неповоротливость системы государственной породила идею создать что-то частное, где мы будем просто побыстрее шевелиться. Какое-то время, в общем-то, это было, это работало, но дальше мы, естественно, сталкиваемся с такой проблемой. Либо частное, вот я знаю, что зарубежные клиники, даже MD Anderson, это целиком огромное, колоссальное, это город просто, можно сказать, клиника-город, где из здания в здание переезжают на машинах, да, вот эти для гольфа такие штучки, вот на них переезжают, потому что это далеко и все. И это создано на частные пожертвования, на минуточку, финансируются частными пожертвованиями. Вот если мы говорим об идеальной частной клинике, то она должна иметь великолепную диагностику, она должна иметь возможности, то есть диагностики, это томосинтез, это МРТ с контрастированием, это определенные девайсы для определения стражевого лимфоузла. Но кроме этого, это должна быть такая гистология, чтобы за 15 минут этот узел заморозили, сделали 42 среза и посмотрели, это гистолог должен быть, подморфолог высокой степени, да, квалификации. Это должны быть самые передовые химиотерапевтические препараты и так далее, и так далее, и так далее. И вот маленькая идея, она вырастает в какой-то очень масштабный и дорогостоящий проект. Ну, мы не забываем про ПЭТ-КТ для диагностики, и так далее, и так далее. Это в идеале. Это частной клинике сложно как бы подтянуть. Но почему мы существуем до сих пор? Почему мы, в общем, не умерли, хотя нам, ах, как тяжело? Это некий индивидуальный подход к пациенту. Это прослеженность пациентов. У меня, допустим, пациенты наблюдаются 10-15 лет. Вот они еще... После... Вот они, как бы мы встретились с ними, когда у нас еще не было никакой клиники. И дальше они приходят из года в год, потому что они знают, что их услышат, с ними поговорят, и их направят. То есть, как я выхожу из положения, я направляю в смежные структуры, поскольку мы занимаемся онкомомологией, естественно, и мы направляем туда, где это сделают быстро и хорошо. Это все, как принято у нас в стране, происходит в ручном режиме. Я позвонила Маше, Глаше, Вите, и попросила, вот там придет моя пациентка, ты уж, пожалуйста, сделай то и это. Они идут в другое учреждение, они знают, что они из нашей клиники, и, в общем-то, это все происходит. То есть, у нас диагностика, допустим, происходит за неделю, мы можем провести диагностику. Там где-то не запущенные случаи, а если что-то масштабное, то две недели, и все, человек полностью обследует. И здесь возникает такая вот проблема, что, конечно, мощи у государственной структуры больше. И сейчас многие государственные структуры делают даже отсроченные реконструкции, и делают великолепно. У них есть аппаратура, у них есть детекторы для определения стружевого лимфоузла, у них есть собственные лаборатории по производству изотопами меченых препаратов, которые вводят внутривенные и так далее. У них это все есть, у нас этого нет. Осуществляются государственные закупки имплантатов, и это тоже пациент все получает бесплатно по УМС, по ВМТ. Да, это здорово. Я не знаю, конечно, есть ли будущее у небольших компаний, попытки, допустим, как осуществляется за рубежом. Вот мы арендуем какое-то помещение, даже в государственной клинике или в более крупной клинике. Мы сейчас это не можем сделать, потому что у нас лицензирование привязано к месту, не аккредитация доктора, да, вот доктор такой-то или так далее. Вот поэтому вот это и есть такая сложность, это большая проблема. Но с другой стороны, не всегда государственная медицина в состоянии переварить вот этот поток, а потом еще, понимаете, как бы отреагировать быстро на изменяющиеся тенденции. Частная медицина, поскольку она замотивирована, она реагирует быстрее. Потом есть же еще такой момент, если мы будем работать плохо, к нам завтра не придут, не придут, нас ославят, да, и скажут, ой, к ним не ходите, они вот такие-растаки, да. Или наоборот, вы пойдите туда, там вам сделают все хорошо и быстро. И мы, тем не менее, несмотря на интернет, несмотря на средства массовой информации, мы люди, которые базируемся на сарафанном радио. Вот такой вот дедовский метод. Если нас похвалили, я знаю, что у меня наблюдаются целые семьи, у меня приходят друзья, знакомые, я знаю про них все. Это определенный такой вариант домашней клиники, куда, когда люди приходят, мы даже стараемся до средства приобрести, такие, чтобы не пахло больницей, чтобы не пахло хлоркой, чтобы этого не было, да. Вот, и это очень важно. Человек приходит, он видит какие-то красивые картины, мягкую мебель, приятный запах. Мы обязательно, у нас есть такие средства, которые дают, и мы специально подбираем, мы даже советовали, в общем-то, с маркетологами, какой запах будет предрасполагать пациента к доверию, доктору. К откровенному разговору. Да, чтобы он расслабился, чтобы он не нервничал, чтобы он себя почувствовал дома. Потому что, вы знаете, у меня была такая ситуация, когда ко мне пришла пациентка, ее направил муж, она приходить не хотела, она сидит и говорит, я вообще-то сюда приходить не хотела. Ну, да. Я вообще-то врачей не люблю. Я думаю, так и я вроде не очень. Да, я к врачам не хожу. Думаю, так и я, в общем-то, тоже. То есть, когда мы по ту сторону баррикад оказываемся, иногда я даже как доктор сталкиваюсь с ситуацией равнодушного, нелюбезного, невнимательного отношения к пациенту. И, в общем-то, в этом смысле государственная медицина никогда не сможет, уж извините, за самонадеятельность конкурировать с частной. А очень часто человеку в беде важно просто, чтобы с ним поговорили. Ну, помимо всего прочего, конечно, там кредит доверия. Но чтобы с ним поговорили, чтобы его услышали, чтобы он чувствовал, что он как бы член семьи. Если эта атмосфера создана в частной клинике, туда будут приходить люди. Эстетика в разрезе. Знаете, я сейчас тоже прохожу некоторые курсы по менеджменту, и мне очень нравится, знаете, меня прозванивают менеджеры, и одна из компаний, когда они мне перезвонили, они сказали, отдел заботы компании такой-то, вот мы хотим узнать, все ли вам нравится. Мне вот очень нравится эта идея, отдел заботы. И действительно, я хочу сказать, конечно, по, наверное, по градусу заботы, частная клиника в любом случае всегда будет выигрывать перед государственной клиникой, потому что, конечно, тут прямой интерес. На это одна надежда. На это одна надежда, да. Но я хочу сказать про сарафанное радио. Мы пытались тоже принять участие в пропагандировании, обследовании молочной железы, и рассказать о том, что реконструкция, это совсем не страшно, и это очень интересно, и сделать некоторые такие тестимонии от пациентов. И я хочу сказать, что вот мне интересно ваше мнение. Мы не смогли, мы нашли, по-моему, только одну пациентку, вернее, ее родственницу, которая разрешила ее снимать со спины. В общем, она сказала, что я не хочу об этом, я пережила, у меня эмоциональный стресс, я не хочу об этом говорить, я не хочу об этом рассказывать. И как мы не пытались ей объяснить, что ее признание, ее опыт может спасти, ну, не тысячи, но сотни жизней и рассказать женщинам, что это возможно, и таким образом убрать этот блок боязни реконструктивной хирургии, как-то все равно нам это не удалось, нам не удалось это пробить. Поэтому это удивительно, но на сегодняшний момент, да, сарафанное радио, это единственный... А мы сделали такой проект, мы сделали такой проект на канале «Доктор». Мы очень боялись, что он не получится. Называлось «10 решений доктора Карташовой». Но 10 у нас не получилось, мы нашли 8 пациенток с разными нозологиями. И это было очень смело и очень рискованно. То есть люди, у них брали интервью, и помимо интервью проходил весь этап диагностики и лечения. Нас снимали даже в операционной. И люди были под своими фамилиями и под своими именами. Этот проект до сих пор есть на Ютубе, иногда канал показывает. И это помогло очень многим людям, особенно когда это появилось в Ютубе, потому что человек, он в своей проблеме не всегда пойдет спрашивать всех, слушай, а вот у меня что-то тут в груди. Они пугаются, и они где-то ночью садятся, открывают интернет и начинают искать. Где ты сделала губы, они спросят, да? Где губы, да. Где прическу сделала. Какой у тебя маникюр? Да, да, да. Сумочку какую хорошую купил. А вот это иногда, и вот они начинают. Нам удалось сделать такой проект. Я до сих пор, это, по-моему, прошло года три, я до сих пор в это не верю, как люди согласились. Ну, они лечились у нас бесплатно, понятно, да? Но я не знаю, как они согласились. Но дело в том, что это в природе нашего человека. У нас пока еще нет такого публичного эксгибиционизма. Хотя, в общем-то, у нас есть целая серия каких-то непонятных мне людей, блогеров, которые всю свою жизнь вот прямо на показ. Такой вот Дом-2, прямо вот как мы поели, как мы попили, собачки за ухо почесали. Есть даже собачки что-то рассказывают про себя и кошечки. Это очень мило, смешно, но совершенно мне непонятно, потому что я, видно, вот человек другого поколения. Но в этой ситуации, но дело в том, что блогеры, это не больные люди, да? И это не пациенты. Они не пережили этот стресс. Они не пережили, да. И поэтому я не знаю, конечно, я знаю многих, и даже вот я оперировала известных публичных людей, но они не будут про это рассказывать. Да. Нет. Нет. Хотя я видела зарубежные, допустим, альбомы такие, где известные актрисы, отснятые с момента постановки диагноза, и вот она лысенькая сидит, и вот она со швом, и вот она чего-то, вот волосы выросли, и она где-то на природе с собачкой. Да, в Америке это особенно, это как бы это без проблем. Они немножко другие люди, они немножко другие люди, потому что у меня многие пациенты говорят, я маме не говорила, я мужу не говорила, мне что сказать в семье, и вот мы что-то придумываем, что она на пластику пошла. Они не говорят даже в семье, а у нас есть одна девочка, там вот в этой же серии, да, отснятых передач, которая говорит, меня очень поддержала семья, и показано это так трогательно, это прям до слез молодая девчонка, где у нее еще волосы не выросли, и они куда-то пошли на природу, это отснято, и это очень так вот щемяще, здорово сделано было, вот честно говоря. Поэтому если бы это получилось, ну постепенно говорить, 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 вот эти вот в октябре у нас проходит все время, да, месяц, месячник рака молочной железы, в феврале мы сейчас про рак говорим, это не должно быть пошлое, вот это очень важно, это не должно иметь такой вот какой-то душок. А вот мы все пошли на это самое вот куда-то, есть же у нас определенные, допустим, диагностические центры, где человек пошел, ему поставили диагноз, он говорит, а что мне с этим делать? А говорит, а не знаю, теперь иди куда-нибудь. А вот нет. Ну и поэтому маршрутизация, тоже вот это такой важный момент, куда человек должен набрать, сейчас очень много фондов, постепенно количество перейдет в качество, я верю в это. Алла Федоровна, спасибо большое за интересное интервью, я надеюсь, что нашими совместными усилиями мы обязательно расскажем всем о том, что реконструкция молочной железы возможна, и самое главное, расскажем, куда нужно обязательно пойти, для того, чтобы получить хороший результат, и рассказать об этом всем тем, кому эта операция еще предстоит. Это не страшно, и всегда есть люди, которые будут поддерживать наших пациентов, слава богу, их немало в нашей стране. Да, спасибо. Спасибо вам. Эстетика в разрезе с Ольгой Засинивой.